В эфире служба новостей Саров-24 в студии Марии Руничи. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. К звездам. 12 апреля отмечается День космонавтики. История Саровской пустыни и результаты археологических раскопок. В художественной галерее открылась межрегиональная конференция. Творческая мозаика. Воспитывники Дворца детского творчества делают первые шаги в исследовательской работе. Далее расскажем обо всем подробно. 12 апреля. Особенная дата для всего мира. В этот день, в 1961 году, был совершен первый полет человека в космос. Имена первых космонавтов Юрия Гагарина, Алексея Леонова, Германа Титова, Валентины Терешковой во времена Советского Союза нисходили с первых полос газет. А каждый их приезд в любой город огромной страны был историческим событием. Не исключением оказались и города зато. 6 апреля 1974 года, накануне Дня космонавтики, легчик-космонавт Петр Климук пересек границу секретного города Арзамас-16. За несколько месяцев до этого он провел в невесомости 7 дней, 20 часов и 55 минут. В городском музее от визита Петра Климука осталось огромное количество фотографий, газет и документов. Он встречался со школьниками, с общественностью. Видимо, было очень много вопросов, всем хотелось узнать, как это. Ярчайшее событие, которое затронуло сердца наших жителей. Уникальной такой встрече делало сразу несколько факторов. В те времена Арзамаса-16 даже не было на картах и попасть в него было невозможно. А во-вторых, Климук стал первым космонавтом, который прибыл с визитом в наш город. К сожалению, сегодня таким уже никого не удивить. А тогда это было событие из ряда, вон, выходящее. Спроси любого мальчишку, он бы назвал каждого космонавта по очередности их полетов. Спроси сейчас, даже никто и не знает, кто у нас там на орбите. Это для нас слишком стало, к сожалению, обыдельно. А прошло всего 50 с небольшим летом. Десятки фотографий, газетных статей и вырезок, плакатов, документов и самая первая запись в книге почетных гостей городского музея. Первый визит космонавта Климука в наш город оставил свой неизгладимый след в истории Сарова. Кирилл Васенин, Владимир Есеников, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. В нашем городе открылась 12-я межрегиональная историческая конференция, посвященная 80-летию образования поселка Саров и началу работы завода номер 550. Ведущие ученые из Москвы, Нижнего Новгорода и Сарова рассказали об истории иконописи, итогах археологических раскопок в нашем городе, образе жизни монахов Саровской пустыни и многом другом. Подробнее конференции расскажем в следующем репортаже. Кандидаты исторических и филологических наук, преподаватели кафедры антропологии, представители Всероссийского художественного научно-реставрационного центра. Конференция собрала уникальных людей со всей страны, увлекающихся историей. Среди приглашенных гостей оказалась и археолог из Москвы Елена Хворостова. На протяжении нескольких лет она вела в Сарове раскопки на утраченных памятниках архитектуры. Я копала купальню на Ближней пустыне, я копала остатки фундаментов Успенского собора. В 2008 году точно так же я искала место расположения церкви живоносного источника и, соответственно, выясняла, какие были у этой церкви габариты, какие там фундаменты, в каком они состоянии, для того, чтобы на основании этих данных сделали проект воссоздания и этой церкви. Елена Леонидовна уже не в первый раз приезжает на конференцию. Для нее это не просто встреча с коллегами, а возможность еще больше расширить кругозор в любимой сфере деятельности. Археология все-таки наука, которая, как бы так сказать, все больше под землей, А вот то, что касается духовной сферы, это всегда на саровских конференциях очень широко освещается. На конференции было представлено более 15 докладов. Специалисты из различных институтов страны рассказывали об иконописи и о том, как создавались те или иные монастыри. Саровские историки делились своими научными работами, посвященными истории нашего города. В 1927 году закрывается монастырь. Мы здесь видим акт закрытия, то есть вскрытие мощей преподобного Серафима Саровского, которые потом были вывезены в Москву. И здесь уже обосновывается у нас капитально советская власть. По итогам конференции сдадут сборник докладов «Саровский летописец», с которым можно будет ознакомиться в библиотеке имени Маяковского и городском музее. Мария Рунич, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. С 12 апреля стартует прием заявлений от горожан, желающих принимать участие в работе участковых избирательных комиссий с 2018 по 2023 год. В обязанности члена избирательной комиссии входит информирование населения о ходе избирательной кампании, а также организация процесса голосования. Заявления принимаются до 10 мая в кабинете 102 городской администрации. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В России назрел вопрос о повышении пенсионного возраста. С таким заявлением в Госдуме выступил премьер Дмитрий Медведев, подводя итоги работы правительства. По его словам, государство должно ориентироваться на существующие реалии, но при этом необходимо избежать резких, непродуманных и непросчитных решений. До тотального диктанта осталось несколько дней. Проверить себя на знании норм и правил русского языка все желающие смогут уже 14 апреля. Для этого достаточно будет в субботу прийти к 2 часам дня во второй гимназию. С собой необходимо взять только паспорт. Бланки и ручки участникам выдадут на месте. В воскресенье 29 апреля волонтеры из группы «Движение навстречу» поедут в Темниковский детский дом. Неравнодушные соровчения могут помочь детям продуктами питания, канцелярскими принадлежностями и одеждой. Все подробности в группе «Движение навстречу» ВКонтакте. Первые шаги в исследовательской работе. Воспитанники Объединения Дворца детского творчества приняли участие в ежегодной конференции. Проекты ребят охватывали несколько направлений – техническое и прикладное творчество, а также туризм и краеведение. Все работы были посвящены предстоящему 800-летию Нижнего Новгорода, который будет отмечаться в 2021 году. Подробности далее. До серьезных научных исследований и разработок этим ребятам пока далеко. Но шансы сделать свои первые шаги в проектной деятельности у них уже есть. Специально для юных изобретателей в стенах Дворца детского творчества проходит ежегодная конференция «Творческая мозаика». Ребята учатся защищать свои проекты перед зрителем и получают настоящие оценки от комиссии экспертов. Даша Воробьева и Рита Воронкова изучали птиц Нижегородского парка Швейцария. Девочки представили объединение «Юный эколог». Мы узнаем, как нужно правильно защищать природу и как красиво эта природа. Если разорвется цепь питания, то пропадут цветы, животные, насекомые. А если пропадут деревья, то они не будут вырабатывать кислорода. И мы все того. Начинающий изобретатель Егор Маскалев успевает заниматься сразу в двух объединениях Дворца детского творчества. В одном конструируют модели кораблей, а в кружке «Юный техник» создают интересные, а главное полезные изобретения. Фантазии и интерес ко всевозможным схемам и креплениям помогли Егору сконструировать необычный домашний светильник из подручных материалов. Мне приходится всегда делать домашние задания вечером. Для достать точного освещения я сделал такой светильник. Исследовательские работы посвятили истории Нижегородской земли. Школьники защитили доклады об известных путешественниках нашего края, достопримечательностях и памятных местах столицы региона. Именно лучших из лучших определили члены жюри. Дарья Цапорыгина, Владимир Есенников, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Сальфеджио, музыкальная литература, основы игры на фортепиано и дирижирование. Всему этому можно научиться в детской школе искусств. Не так давно там открылось предпрофессиональное направление хоровое пение. И уже сегодня юные исполнители привезли дипломы первой, второй и третьей степени с престижного конкурса хоров. Секрет успеха в сложном вокальном жанре выясняла наша съемочная группа. В детской школе искусств снова открылся набор в отделении хора. Жанр сложный, и чтобы был достойный результат, обучать детей этой науке должен настоящий профессионал своего дела. Администрация ДШИ такого человека нашла. Ей стала преподавательница Анастасия Ерофеева. Я занималась всю жизнь музыкой. И в дальнейшем, когда захотела пойти учиться в среднее специальное заведение, в высшее учебное заведение, встал вопрос, куда же мне пойти. И выяснилось, что больше всего я люблю музыку. А дальше учеба в Санкт-Петербургском университете культуры на хоровом отделении. И решение, что жизнь стоит посвятить именно преподаванию детям. По утверждению Анастасии Ерофеевой, это ее призвание. Здесь она на своем месте и может делать максимум. Секрет победы и прост, и сложен одновременно. Артистичность должна быть. И, наверное, взаимодействие и дружба в коллективе. Иначе без этого не получится. Если будет разрозненность быть самим по себе, наверное, невозможно. Победа в областном конкурсе еще раз подтверждает, что успеха добивается тот вокальный коллектив, который слышит и слушает преподавателя, много занимается и старается на репетиции сделать максимум. На вопрос, кому сложнее на сцене, солисту или хору, Анастасия Ерофеева уверенно кивает в сторону хора. Тут надо чувствовать соседа, быть частью команды. Да и раскрыть все грани музыкальной композиции может только хор. Услышав его однажды, влюбиться можно на всю жизнь. Кирилл Васенин, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров, 24. Федерация спортивного плавания Сарова объявила конкурс на лучшую эмблему. Это необходимо для того, чтобы спортсмены Сарова, которые принимают участие в мировых российских и областных соревнованиях и первенствах, приобрели свое знамя и смогли под ним защищать честь нашего города. Мы предлагаем всем жителям города, любителям плавания, и не только людям, которые занимаются компьютерной обработкой, художникам, поучаствовать в этом конкурсе. Требование нашей федерации такое, чтобы была эмблема, в которой был какой-то элемент спортивного плавания, элемент, обозначающий город Саров, эмблема, какая-то башня, еще что-нибудь такое, атом. И желательно было, чтобы надпись, единственное требование, что федерации плавания города Сарова, Нижегородская область. Принять участие в конкурсе может каждый желающий. Достаточно просто нарисовать эмблему на компьютере и принести свою работу в бассейн «Дельфин», кабинет номер 206, или прислать ее на электронный адрес бассейна. Итоги конкурса подведут 30 апреля. Победитель получит денежный приз. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА